приветствую всех на очередном выпуске еженедельного обзора волосы онлайн с вами мишлемах и мы начнем по традиции с событий которые произошли и которые будут на следующей неделе как не будет влиять на торговлю и начнем так ну катализатором возможного роста рынков на следующей неделе может быть распродажи вот непосредственно благодаря рождеству и непосредственно black friday огромный просто тотальный коллапс вокруг этого праздника в распродаже всех товаров и соответственно потребитель охотно это все дела покупает отличная инъекция в экономику с точки зрения легкого расставания кэшем взамен на какие-то товары как раз в разгаре праздника вот очень хорошо работает эта тактика для торговли вот и шнепи уже две недельки так отработал не так уж как бы хотелось но в целом свое обещание я выполнил то есть кто воспользовался этим советом и на накануне две недельки по сэмпи не упустил шанс принципе могли заработать так на следующей неделе ну во первых то что было на этой неделе из интересных отчетов то что я заметил у нас были там саммит лидеров ес естественно все внимание было тому как будут решать вопрос этим коронавируса но это понимание кто ничего там особо решать не будет пока они не скупят и верхние слои не скупят все акции которые нужны по дешевке и не начнется полная монополизация соответственно этот коронавирус будет отличным инструментом для управления и вот вы сами уже вы делись касаемо даже финансовых рынков только какая-то в пандемии сразу начинается в бал рынков только появилась какая-то вакцина сразу все покупают как будто благодать к это появилось но в общем рычаг отличные ну и все очень послушно работают в этом плане то есть манипуляция прям мощнейшая так по китаю базовую ставку оставили на том же уровне процентный вот и еще из моментов которые заметил что ввп японии было выше чем ожидалось пять процентов за третий квартал ожидали 44 было до этого минус 8 и это поделек еще чет был объем промышленного производства китая не падает то есть во первых 69 был просто показатель ждали 65 и читали 69 сам по того что не просели это уже хорошо возможно это как раз в связи с black frider в китае там тоже есть такой как бы в клон праздника он чуть раньше проходит в индии вроде такая же штука появилась вот в общем производители быстренько перенимают все хорошие хороший опыт у зарубежных стран так даже продажи на вторичном рынке жилья в сша немножко порадовали инвесторов поэтому начнем на следующей неделе у нас по расписанию вернее календарю будет непосредственно в конце недели день благодарения и как раз вторая вот активность это black friday начнем с понедельника понедельник будет день труда в японии везде выходной германии до зло активности британия индекс деловой активности и композитный индекс все понедельник тяжелого года благодать единственные новости которые могут как-то будоражить участников это какие-то события с вакцины или же наоборот от свое отсутствие во вторых 24 ноября был по германии за третий квартал предыдущий показатель был почти 10 процентов почитать прогноз 82 положительную сторону такое резкое изменение для германии было бы интересно посмотреть ну узнаем во вторник это будет 10 утра по москве так ну индекс делового климата для основной тоже по германию в среду 25 ноября бвп за третий квартал в сша это предварительный так что не обращайте внимание вот публикация протоколов фунт 2200 попрошу внимательнее это не процентные ставки а просто публикация протоколов запаса нефти 1830 и число первичных заявок на получение пособий по безработице не знаю зачем следить за этим показателем никто там особо эти рабочие места не создает как производство все в китае если не ошибаюсь 80 процентов рабочих мест в америке сейчас это просто сектор услуг и обслуживание четверг день благодарением сша выходной публикация протоколов заседания евро центробанк это в 1430 ну и пятница день благодарения ранее закрытие в час дня по сша у нас следующая неделя будет не особо торговая то есть половину недели будет просто такой лайтовый тренд и по 4 пятница целом даже не не то что не рекомендую просто нет смысла лезть в рынок что будет без особых катализаторов так начнем мы с сель так этого золота где насилие и так это склейка контрактов обратить внимание обороты какие сейчас идут немножко не такие как бы хотелось но в принципе пока не уронили со вторую даже если посмотреть ненаварский контракт сейчас обратить внимание здесь котировочка сейчас у 42 с половиной болтается из пяти дней 250 200 и 150 тонн то есть три дня только вот более-менее нормальном объеме пошли вида был и пи за этот период 21 сентября как раз в районе поддержки то 40 и 6 там 40 85 за счет вот этой недели сейчас покажу сейчас покажу вот склеечку надо вернуть вот эти уровни поддержки вот здесь не сформировали и также здесь достаточно было крупных трейдов единичных огромное количество вот на этом диапазоне итогово сейчас по 41 1 так и осталось нас дельта на покупку итоговая за счет вот этих ребят вот этих ребят и повторно этих ребят 41 10 каким-то чудным образом интересно эта цена и там вот три тонны но собирали в общем дельты дисбаланса поэтому еще раз подчеркнул обратите внимание далее обратить внимание также на 41 85 по 42 и 2 за весь период с учетом вот этих шортов которые были еще на том контракте но если взять чисто эту неделю то тут как бы консолидация вот этих вайеров достаточно плотная и коридор очень неплохо просматривается то есть целом 42 35 42 вот я вот эти 20 центов бы взял как самый плотный диапазон и давайте более точно сейчас продемонстрирую как это лучше сделать если вы хотите более точно и надежный уровень формировать для сетки значит оборот 750 тонн 44 дельта на бай итогово за неделю отлично супер так теперь смотрим срез по дельте переключают весь режим дельта есть и соответственно нам нужно еще вот такой параметр и здесь мы ставим 30 нажимаем apply снизу у нас идет кумулятивная дельта за неделю итогово она была даже 4 700 немножко просили но скорее всего за пятницу и вот мы видим с вами коридор распределение непосредственно плотности байеров нет предела вот они как раз по центру ядра недели то есть тут ядро напомню 41 8 41 75 можно спел обрать до 41 25 там недра недели давайте вам выделю и основная часть этого диапазона у нас как вы видите на стороне байеров то есть вот этот момент более точно отображает какие уровни плотно поторговали байеры а лишь а или же селеры здесь будет не всегда точно и правильно и объективно выделять данные уровни многие ошибаются и не учитывают моменты предыдущих тенденциями по шортам был четверг плотный коридор его можно взять в качестве ориентирного уровня продавцов то есть но пока ценник настолько ушел с этих диапазонов что в принципе единственный вот 42 65 остался еще уровень сопротивления то чего с того контракта предыдущего открытому интересу ну естественно по динамике кроме пятницы шел прирост позиции ну и и по объему пока пока еще не раскачали январьский контракт соответственно переход идет потихонечку скажем плавника но в общем уровне ядра недели и текущего контракта нового я вам отметил три дня достаточно неплохо по дельте идут сейчас вам покажу какая дельта на новом контракте 5 700 18 числа потом с учетом этих шортов все равно перевес был на байре и сейчас ценник рвется по сути расширить неделю ну посмотрим как закроется в целом уровень поддержки 40 60 протестировали как я обещал ну и сопротивление тоже пока ну в общем в клещах держится этот контракт вот и саппорт также удержали диапазоне ну очень похоже на то что пытаются выйти за 40 на 43 может быть 44 с половиной случае если не пробьют 42 65 43 сценарий на покупку немножко повремените то есть если будут долго упираться ну пока выглядит все очень плотненько на стороне покупателя может быть того что будет сброс позиции перед покупками а потом только рост до вполне может быть но я наблюдаю на по секторам нефтяной сектор сейчас очень хорошая динамика по акциям то есть кто-то покупает непосредственно нефтяные компании нефтесектор вполне могут заранее прикупить зная что будет динамика очень сильный рост и примеру и сейчас вот готовят площадку поэтому относительно этой неделе на следующей неделе будет я думаю уже кардинально какие-то движения хотя я забыл плейт фрайды будет в пятницу могут еще подрифовать да вот перед выходными особо как-то напрягаться и тактически устраивать серьезные движения вряд ли кто-то там сильно смелится ну кому-то придется кого там хеджирование поставки нефти еще очень но в целом тактически я думаю уже будет такая немножко расслабленная неделя поэтому стратегически какие-то сильные движения создавать ну с учетом того что на первой неделе контракта не так много объема зашло только три дня из 5 это более-менее поэтому сильно я думаю сильно не уйдут ключевой рост или уже снижение вряд ли на следующей неделе будет я думаю после black friday так это у нас ситуация микс ртс и бьерах непосредственно котировка индекс ртс и бьерах раз корреляция пошла нефтя ножка пошла выше уже 45 а индекс ртс пока еще не успевает за ними далее идем евро на евро на евро ситуация идентичная застряли в коридоре всю неделю вот четыре дня простояли вот я даже специально поставил такую линеечку как бы чтобы увидели насколько котировка просто подвержена такому однотипному по волатильности на протяжении недели ну помимо того что однотипная волатильность да еще и ликвидность идет прям под линеечку 120 117 единственным четвертым ножка взбудоражили котировку ну выбросили пока те кто возможно покупал то есть вот учитывая тот факт что пятница толком никуда и не расширил коридор пятницы опять же пред перед black friday могут пока еще сдерживать свои амбиции участники рынка и после black friday в любом случае после падения открытого интереса до 622 тонн вырос открытый интерес аж до 19 числа он набрал немножко позиции но не критично не аномально немножко был прирост особенно вот 17 и 19 вот эти сессии я вам сейчас покажу по ликвидности у нас ровненько вот дельта на шорт особенно 17 18 и сегодня то есть шансы что пойдем ниже ну для этого нужно первое 188 пройти возможный уровень поддержки плюс еще у нас 13 5 нас здесь также саппорт который удерживает текущую неделю по сопротивлению вот какой момент еще неделя которая была с 9 11 вот 5 тонн дисбаланс этот уровень сопротивления по сей день вот неделя целая не могла пробить то есть даже не то что пробить повторно на этом же диапазоне выбрасывают приличные продажи и вот здесь уже сформировался уровень сопротивления 3 800 только по сто восемьдесят восьмой возьмите эти цены в качестве ориентиров на следующей неделе они вам пригодятся то есть вот этим в идеале вообще стоит лезть в драку здесь при только в случае когда уже расширил либо байры за 189 либо продавцы за 181 то есть в идеале чтобы выпустили из коридора эти ловушки плюс давайте подытожим за контракта они все равно находятся сейчас на максимуме то есть де-факт если пойдут 19 пробивать то у нас будет по сути такой разворотный контракт и был максимума находимся контракта и тут как бы наклевываются как бы и вроде бы неплохо было бы прикупить как раз перед пробитием ключевого уровня там 19 и до 1 2 прокатиться пока пока что есть на это все ярлычки то есть сигнальчики сам факт что на максимуме стоит целая неделя не 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 падают как бы но уже уже есть намек ну подойти пока особо не скажешь но еврик он если дрейфуют просто в боковике идет то дельта на шорт это нормальное явление даю вот уровни ключевой поддержки 177 176 и 17 это вот те как тактически которые там для среднесрочников подойдут ядро у нас получается 18 по 1863 это ядро контракта ну и в виду был писта 78 целом опять же повторюсь в идеале в здесь низкая точка ухода уже после пробития либо 188 либо 181 так ликвидность сейчас идет как видите не аномалия но рабочие вот хороший оборот был уже он себе исчерпал 9 числа последний был как приличный день сейчас идет чисто вот в рамках рабочего режима они особо даже не скрывают 120 120 наоборот держит целый день и так на протяжении неделю золото на золоте новый контракт февральский уже идет прирост позиции по открытому интересу для вас я выделил непосредственно новый контракт и дрова 1875 три восьмерочки они очень любят три восьмерочки на и сын писали три восьмерки рядом уровень есть они вас за него будут неделю стоять наверное как видите по новому контракту итогово по новым дням идет шорты а именно 400 400 тут как бы ликвидности не так много еще получается у нас вот по 9 по 11 тонн сейчас склейку ключевых по открывашки идет прирост позиции по дельте получается у нас из пяти дней 4 на шорт примерно такая же картина была на прошлой неделе если включить даже склейку на том еще контракте но там понятно там фиксировались а здесь уже открываются в любом случае ну вот при склейке итогово получается у нас самое ударное по шортам 5 400 кстати такую дельту где-то мы уже видели 5 400 это было если не ошибаюсь и 5 700 она евре кем 4 200 параметра так ладно не обращайте внимание бывает кое-что вот попадаются прям одинаковые цифры так по шортам здесь два дня и но тут особо низ не скрыть этот уровень он просто напрашивается сам 1885 и по 1890 тут за счет вот этой активности сейчас вот здесь коридоре на протяжении трех дней удерживали уровень еще можно 1897 взять здесь похожий коридор был вот здесь но до него уже не достали и непосредственно уровень вот 1875 плюс-минус тут 2 400 2 800 и по полторушку вот тоже уровень такой интересный 1873 сейчас как раз на этом диапазоне после коррекции после четвергого пятница крас на этом уровне немножко приостановилась давайте более точные средства вам сейчас продемонстрирую посмотрим насколько совпадет так раз два три 4 5 идем значит 618 тонн общий оборот и девяточка с половиной на шорт ядро неделю я бы сказал их два это диапазон 1 и диапазон 2 у них по ликвидности только вот эта лидирующая цена но в целом вот здесь объема как по мне меньше чем 1 массива всего основных три диапазона за счет понедельник-вторник среда ушла и среда 4 5 не со соревновали на минимуме поэтому как бы тактически если брать непоколебимо по расчетам платформы это 1880 1870 10 баксов но здесь более важно и более значимо для вас будет непосредственно дельта вот распределение уровней по самой неделе вот это девять с половиной тонн у нас распределились вот таким образом подойти обратите внимание она только увеличивается в течение недели то есть кумулятивной за неделю дельта ценник 1873 плотный коридор шертов у нас идет вот тут смело можно брать то есть вот этот диапазон я выделил плюс вот этот коридорчик до 1890 ну в общем 1880 1870 вот там где ядро там полностью фактически уровень продавцов чуть выше там где отметилась нас 80 1885 по 1890 чуть чуть ниже вот именно по текущей неделе вас идет коридорчик и непосредственно на поддержку тут последний блокпост это вот коробка четверг которая сформировалась на 1860 1865 скорее всего 1864 это последний блокпост но я бы не сказал что ну я бы не могу сказать что это прям очень надежный уровень учитывая тот факт что дельта у нас получается этого за день там нашел то есть де-факту там перевес так и не произошел со стороны покупателя так сейчас нажмем проверим цены тогда все вроде ничего не забыли и и так обратить внимание также еще на момент что вы к этому минимуму они уже 1850 приходили и что-то их там постоянно останавливает то есть притормозили и волатильность успокоилась ну наверное надеюсь не будет такого как раньше 1858 1220 коридор займут и могут там простоя 34 недели вот такие уже моменты были у нас как помните не хотелось бы конечно такого опять дрейфа золото очень классный инструмент для тех у кого небольшие торговые счета за счет своей волатильности золото может действительно озолотить амплитуда байеров на фоне контракта прошлого даже она все меньше и меньше ну соли ров час пока преимущество по ликвидности вот такой средствующий идут в рабочем режиме без аномальных каких-то вбросов был уже вброс и все снова застали боковики поэтому все внимание сейчас на и сын и теперь а 5 7 мы забыли набить и сейчас идет отважное просто ралли я думаю что многие покупают просто биткоины чтобы быть теме лично я у кого не спрашиваю кто пользуется реально для бытовых нужд купить там в воды в супермаркете или оплатить парковку биткойнами как бы пока не могу найти людей которые сильно используют криптовалюту как валюту как валюту для расчета то есть это получается на электронная для спекуляции то есть зачем валюта которой никто не пользуется значит если вы пользуетесь валютой напишите в комментариях где в эти автоматы там по продаже кофе либо газировки где можно криптовалюта рассчитываться что она есть вроде она не работает получается валюта это как бы бартер промежуточный элемент при после того как был обмен товаром товар обменный и вот потом появились вот эти размерами золотые монеты чеканки а криптовалюту никто не пользуется но она есть как бы и причем их много уже в общем скачок по ликвидности 12 11 18 и 17 числа как раз то был ударный хороший день с хорошим кпд причем с 16 300 не рванули на 3 восьмерочки опять же ведь я не выдумываю так есть пик причем вот и после того как они резко расширили коридор заметьте два дня прям стояли и так понимаю пытались разобраться что у них получилось и пятница смотрите очень смело идет расширять коридор правда не существенно 6 и 8 оборот сегодня это половина оборота который был во вторник и примерно половина как среду в общем ключевые уровни берем со вторника среды по открытому интересу мы видим с вами что там не особо то и вкидывают денежку то есть но выводят позиции потихоньку фиксируется и из 4 из 5 дней недели 54 было на покупку и один был на шорт то есть фиксировали скорее всего прибыль грузились и я так понимаю не 4 пятницу толкнули и тут потихоньку зафиксились следующий четверг стоит но тоже вроде как покупают и уровне у нас есть как только понедельник ли вторник возвращается на ну можно сказать 18 200 17 960 это уже будет подозрителя то есть и шансы что они все-таки вернуться на 17 вот здесь начнут опять либо дрейфовать либо полностью разворачиваться потому что у них как бы идет закрытие позиций по объему с резко пропал объем особенно четверг ну 6 тонн это вот последняя их активность рабочая грубо говоря 6 7 тонн 12 он это в два раза больше оборот у них такие ударные не девяточка 12 тоже 11 с копейками и тут сразу 4 тонны резко в три раза меньше оборот 6 сегодня еще в рамках нормы и дельта более-менее хотя бы на байре но вот 545 сбросили прилично то есть вот таких как бы резких сбросов вот здесь ну дальше потому что уже дельта на покупку идет то есть если с понедельник возвращается обратно этот уровень и здесь вы не увидите особо поддержки старт со стороны байеров пути по вот такого на вроса то могут вернуться обратно и здесь уже дрифовать там до нового контракта который середине декабря там будут кучу процентных ставок я думаю что там будет как раз и вот они могут дрейфовать до этой это раз неделя 2 через три недели три-четыре недели осталось так бить и все в общем вот такой вот уровне сопротивления по сути нет которые были не пробили ну единственно это вот то что набросали вот здесь но опять же там не особо большой то и дисбаланс вот самый крутой сброс это вот здесь скорее всего был вот идем дальше сантим в общем вот этот перед да не только перед black friday сам принципе сантимировал на протяжении правления трампа он особо-то и не падал не были контракты такие без особого движения но целом динамика сохранялась позитивная низкие процентные ставки постоянное спасение экономики чтобы не случилось собирается фонка принимать решение ну и соответственно хорошая неделя была но она уже закончилась и в этот прошлый неделя была такая дрейфующая особо не дала нормально заработать и может быть на следующей неделе еще продолжится инертный рост за счет black friday по привычке могут инвесторы покупать перед этой пятницей ну там три дня потенциально нормально будет для торговли 4 пятница будет уже не пригодны особо для нормальной спекуляции значит смотрите по открыл открытым интересом вот непосредственно обращаю ваше внимание что вот при распозиции пошел вот с 8 по 12 декабря ой декабря когда ноября вот здесь в этой неделе то есть блокпост который они дрейфовали просто всю неделю при распозиции был и тут как бы идет у нас такая дельта нейтральная по сути 5 то он 65 ну никуда уж не и 10 десяточка перед покупками сбросили шерты покупки сбросили на этой неделе то есть позиции открывали но здесь как бы очень манипулятивно все происходило но я вам рассказывал уже на эту неделю обороты тоже были достаточно всегда когда есть какая-то вот внешняя катализация в любой момент когда им нужно то есть предсказуемость и прогнозирование очень тяжело тяжело идет на любом инструменте когда вы можете в любой момент выбросить новое что скрыли новую вакцину ее протестировали соответственно рынок разворачивается идет на покупку как только появляется опять что там тесты не прошла это вакцина то есть они выбрасывают когда нужно этом обратить внимание на вот ядро недели во первых оборот идет просто ровно то есть крупного игрока по сути у этой недели не обнаружено идет ровно миллион двести оборот каждый день кроме пятницы чтобы вы убедились миллион двести ну там копейки я уже не считаю и в одном и том же диапазоне три дня к ряду идет вот эта активность которая началась здесь вот этот коридор красными цифрами тут тоже идут шорты здесь и здесь то есть 3600 плюс-минус для точности давайте возьму 3595 на всякий случай ориентируйтесь это может быть если это максимум контракта то в принципе выглядит он красиво достаточно то есть вполне там осталось до конца этого контракта одна неделя 2 и вот у нас уже будет тут будет новый контракта есть грубые две-три недели осталось до завершения вот и вполне может быть сброс позиции особенно после black friday плюс еще смена президента но как бы гадалки не ходи ну не самое спокойное время сейчас пандемии но котировочка в мнении не сильно падает что очень обрадовало то есть не подкачали плюшки перед black friday на и сын фильм по поддержке также есть похожий уровень но непосредственно со стороны байеров три дня плотненько и шли байеры на этой неделе повторно здесь появляются покупатели 35 65 35 54 но не такая чисто прям дельта набай но целом на всех случае возьмите на заметку тут я поставлю уже зеленым цветом поддержку это об общем еще сто недели как бы уровень тянется за счет того что ну не было особо крупных участников котировка так тактически особого сильных как бы сильных движений или же движение цены за какой-то важный уровень не совершала вот то есть я сейчас сделаю для тех кто сэмпи торгуют вот какой момент час ядро недели здесь это же 2 как и у инструментов до этого одно ядро ядро недели и 2 ядро недели 4 пятница плюс кусочек среды то есть двухъядерная неделя это я называю тип недели двухъядерная понедельник вторник и среда уходит среда четверо пятница формирует эти две зоны почти четыре с половиной миллиона оборот 13 он нашел ну дельта абсолютно нейтрально по сути для четырех с половиной миллионов оборотов то есть отталкиваться от этих уровней будет нецелесообразным плюс еще следующей неделе короткая по сути там ну вот шорты как раз все ядро недели первое которое понедельник вторник у нас продавцы ну а 4 пятница на покупателя вполне могли сбросить позиции вот поэтому коридор чуть ли не такой же по диапазону значит 3565 по 3582 байер и давайте точно такой же коридор очки он сейчас сделал замер прошлой неделе здесь три тонны и 62 оборот на шорт ну дельта на шорт перевес так то 30 процентов поставим здесь кумулятивная значит дельта пик был 42 тонны это кумулятивная снизу дельта и она упала до 13 то есть байер тут 4 пятница появились небольшие байера но судя по пятнице не особо то их но скорее все-таки эти дельты были чисто на фиксации вот так где дельта прошлой неделе и тут прошу заметить коридор вот совпадение двух диапазонов по активности байеров именно вот этот коридор на прошлой неделе там абсолютно другой был рисунок недели на расторговки диапазон как бы непростой возьмите на заметку особенно 3560 3575 так это был s&p ну и на последок рубль по традиции то же самое обороты идут просто ровные 4 миллиона 38 как выйти амплитуда тоже упала перед праздниками никто не хочет делать сильные маневры как называется такая тенденция то есть вроде бы волатильность высокая но толком цена никуда не уходит то есть идет амплитуда в высокой такой тропе вертолет или пропеллер называют миксер еще миксер больше похоже то есть направление постоянно меняется но толком цена в течение недели особо никуда не ушла вот и ликвидность тоже ровненько по линеечку то есть вся неделя без крупного игрока и это прямо отпечатывается на всех рынках байеры пытались что-то 19 числа 139 тонн дисбаланс пятница никуда не ушла толком и подкрыл этому интересу были прирост позиции 17 числа и немножко сегодня под этим опять же вся неделя на шортах кроме пятницы то здесь 139 к на покупку и 62 на шорт очень похоже на сброс топорей но тут дельта принципе на прирост идет вот давайте наверное заглянем туда на спот 383 16 числа вы здесь прям весь коридор засыпали шортами забыл вам от месяц итогово 77 500 по 77 очень интересный диапазон качестве сопротивления могут вполне попробовать протестировать ну уже есть как бы более-менее у солеров от пятно отпечатали хороший коридорус у нас 777 500 по 77 прям неплохо ну и здесь тоже накапливается потихонечку дельта на шорт 76 половины вот посмотрим пятница пробьет не пробьет ну и будем смотреть дальше так на самом минимуме набросали шертов это очень похоже на движение дальнейшее на продажу 76 здесь 93 тонны и это еще 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 очень давно набрали поэтому временной распад уже может очень сильно сказаться на этом уровне на особенно в его надежности так это был рубль то есть пока сильно каких-то вбросов на покупку не видно давайте на споте еще заглянем на споте да я даже отметил уровнем и так смотрите здесь идентичная пропеллерная расторговка 210 продолжили на открытии открылась неделя в этот весь коррекционный момент они 210 дельтой придушили что стоит здесь взять точно на заметку это вот этот коридор который они лихо удерживали три дня здесь продавцы отличились больше остальных вот и по итогу вот 777 610 7620 за этот период за этот квартал прям стоит взять на заметочку там если помощнее уровне вот начиная 77 с половиной по по сути там у 78 вот это весь диапазон здесь вот это приличный коридор уровень так и удержали в принципе это очень хорошо в этот диапазон наброс шертов как раз прошлой неделе протестили этот уровень и на этой неделе они ствол диапазона ушли только подошли к 75 сразу начали поддержку набрасывать и эти поддержки у нас остались отпечатаны вот здесь среду бросили и пятница пока еще не смирилась пройти этот коридор посмотрим кто сильнее будет тот и удержит контроль значит 76 40 76 55 это сопротивление и 75 и 6 по 75 и 8 это поддержка которую сформировали в среду с вами был миша ремок вам удачной торговой недели с наступающими праздниками берегите себя хороших выходных до свидания пока я попал с вами 2 у у у у у у